Завтра день государственных символов Чувашской Республики. С того момента, как были утверждены ныне действующий герб, флаг и гимн, прошло 25 лет. В художественном музее состоялся круглый стол и открылась выставка, на которой можно проследить всю историю становления чувашской государственности в символах. До революции у Чуваши не было собственного герба и других символов, поскольку не было и самой Чуваши как административно-территориальной единицы. Лишь в 1926 году были утверждены герб и флаг, созданные художником Петром Мартенцем. Впрочем, просуществовали они недолго. Уже в 1938-м их упразднили и создали новые, на основе герба и флага РСФСР, добавив к ним надписи на чувашском языке. К вопросу о собственной государственной символике вернулись лишь в начале 1990-х. После принятия Декларации о суверенитете Чуваши был объявлен конкурс на лучший эскиз герба и флага. Это была непростая работа, поскольку, во-первых, было очень большое количество наших депутатов. В нашем Верховном Совете тогда было 200 депутатов. Найти консенсус, взаимопонимание, согласие, единое мнение было очень сложно. Даже получить большинство бывало достаточно сложно. Во-вторых, на конкурс было представлено очень большое количество работ. Вот примеры можно сказать, что итоги первого этапа конкурса, который подводили в 1991 году, шестерых, по сути, победителей обозначили. В результате победили эскизы, разработанные художником Ильей Юрьевым на основе национального орнамента. Одновременно выбирали и государственный гимн. Мнения разделились между песнями «Алран Кайми» и «Таван Сержев». После долгих споров голоса склонились в пользу последней. Вот само вступление уже можно в Даши не играть. Вот это сыграть можно вот так. Это уже подчеркивает ночь. И мазмах. Торжественность такая, великая. С тех пор прошло 25 лет. Государственным символам в Чувашии по-прежнему относятся с огромным уважением. Проявлением патриотизма можно считать и тот факт, что большинство муниципальных образований и сельских поселений у нас имеют свои гербы и флаги. Каких только героических символов не появилось за эти годы. Но главными для нас были и остаются древо жизни и три солнца над ним. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.